Все задают мне вопрос, где же находится то место, которое мы так сильно полюбили вместе с Пашей Базаровым? Дело в том, что это место находится здесь, Ленина 135. Это место под названием Клуб Ва-Банк. Дело в том, что, наверное, это положено рано или поздно дать себе возможность погонять шарики. Так вот, погоняем ли сегодня шарики или посмотрим, как другие работают? А если честно, то очень-очень хотелось бы что-нибудь перекусить. А пока, и чтобы было понятно, определимся, где находится Ва-Банк. Это дивное место между Труда и проспектом Ленина. Вот только заведение-то свежее. Проспект Ленина 135 и вход с Труда. Большое такое здание. Посмотреть бы как внутри. Ну да ладно. А мы посмотрим на соревнования по бильярду. И ведь это как-то правильно происходит. Когда никто не притрагивается к тому, чего показывать-то и не надо. Да потому что идет работа. Работа-цель которой продемонстрировать сильнейшего. А как по-другому-то? Это тоже правило. Сильнейший может продемонстрировать свое умение и в Челябинске, и в России. Кстати, что касается сильного. Я как-то видел в детстве весьма молодых перцев. Легко расправляющихся со старичками. А вопрос, в чем такой успех, и заключается. У молодежи мысли другие. А как насчет той самой молодежи-то здесь? Ну это прежде всего возрастающий потенциал игры. Потому что молодые чемпионы всегда важны для любого вида спорта. Не обязательно для бильярда, но для любого вида спорта. Сейчас мы имеем в виду именно бильярд. То есть дети важны именно для развития этого вида спорта. Что такое для человека, когда он берет в руки небольшой такой, но большой для него бильярдный кей? Именно для ребенка? Естественно. Ну понятно. Ну для него это как бы стремление, я так понимаю, моя точка зрения, побыстрее вырасти, чтобы научиться играть. Но это прежде всего игра, это концентрация, это психология, это спокойствие развивает. Ну дети, в принципе, такой мягкая глина, можно вылепить что угодно. Но они стремятся играть. И как бы я не думаю, что у них не будет получаться. На больших столах с большими палками, так скажем, киями, но у них будет получаться. Вот так получается. В центре города на Ленина 135 ждут детей. Да и мало того, их здесь научат бильярду. И это хорошо, когда есть школа. Есть школа будут наши молодые спецы. Я, конечно, понимаю различные катательные приспособы и праздную прочную странность олимпиад. Но бильярд-то ведь тоже может составить конкуренцию. Но дело в том, что мы смотрим, и вот здесь вот такие вещи интересные, когда люди привлекают других детей. То есть просто человек говорит, дети, приходите, развлекайтесь вместе с родителями. Вот возникает вопрос. А если родители не просто хочут посмотреть, как ребенок развлекается, а хочут перекусить, к примеру, можно такое сделать? Разумеется, можно. У нас очень широкий выбор кухни, начиная от мяса и заканчивая разными легкими закусками. А вот если, допустим, я сейчас захотел, можно это сделать в течение 15 минут? В течение 15 минут павара, конечно, постарается приготовить для вас что-то легкое, какие-то закуски. Но если хотите что-то посерьезнее перекусить, может быть, стейки или какие-нибудь шашлычки, то немножко придется подождать, минут 30. Давненько меня работники комбината не видели из-за тем, как я что-то очень вкусно поглощаю. Так вот, ребятки, благодаря вам, естественно, после поездочки в Турцию я пришел ва-банк для того, чтобы попробовать салат француз. Вот еще и салатик такой, точнее не салат, а фирменный закусон прицельный шар. Ну, естественно, все-таки начнем мы с салата француза. То, что, как и говорится, для души угодно. Грибочки, соусок. Салат француза, то, что души угодно. При этом цена вопроса очень небольшая, там, сто сто двадцать тысяч рублей. О, простите, сто двадцать тысяч рублей, боже мой. Но кушается-то как. Естественно, на второй у нас прицельный шар. Что же это такое? Это опять то, что готовится за те 15 минут, которые у вас есть. То есть, если, допустим, вы пришли сюда, и пока там ребятишки или взрослые занимаются разбитием шаров по лузе, вот, вам необходимо что-то вкуснейшее, то есть, замечательные колбаски. Очаровательные. На лицо. Это вкусно. Это, многое. А не то, что другие, там, наггетсы дают. Сырно? Не. Ну, естественно. Сыр. Очень великолепно, вкусно и питательно. Кстати, если я вот подумал, вспомнил о том, где мы питались в Турции, пока мне тут кое-черли-черли. Скажу честно, конечно, очень хорошо и шито там кормят. Олунклюрия. Ну, не так. Как здесь. И нас так хочется. Во! И замечательный цезарь. Курочка на гриле. Ой! Ай, хорошо! Как же так не покушать-то? Ммм! Исключительно! Вот теперь подумайте, что все это вместе, это всего 500 рублей. Пришли, кто-то в бильяр покатался, а и просто покушали. Я считаю, что очень-очень аппетитно. Вот так вот. А вот так мы перекусили и подумали о том, как быть с дитями. Я вот честно, 5 месяцев как не пью и скажу, что радости-то стало больше. И даже больше при питании, которое здесь очень даже вкусное. Если у кого-то возникнет вопрос, где покушать, есть и такой вариант. Проспект Ленина, 135. Клуб Бабанк. Вот так вот мы плотно перекусили. А еще поговорим о том, о чем мы сегодня говорили с этой девушкой. Дело в том, что я вот в бильярд научился играть тогда, когда вот то и случилось. Ну, примерно в 5 лет. То есть в 5 лет я уже спокойно гонял бильярдные шарики. А уже лет, наверное, в 11 я начал играть настоящий большой бильярд. Такой же, как здесь, обыкновенный русский бильярд. Ну, естественно, там эти, как бы, луночки были немножко другие, поэтому шарик просто так залетал. Вот. Но тоже было прикольно. Это было, естественно, в Краснодарском крае. В солнечном городе Аннапа. Вот так вот. Сегодня и сейчас вместе со мной находится мой сын. Я, честно говоря, надеюсь, что через 3 года, он будет чуть-чуть раньше, чем я этим заниматься, мы придем сюда и кого-нибудь обыграем.